здравствуйте друзья доброе утро вы легко догадаетесь что я находясь вот как бы на переднем фронте образовательных таскать баталий часто отвечаю на вопросы связанные там с тем насколько активно насколько хорошо устраиваются выпускники сравнение разных профессии вот лучше то или лучше это и у нас на самом деле довольно много сюжетов есть на канале я кстати сегодня пытался найти один сюжет не нашел но в этом процессе я увидел как много и как часто мы возвращаемся к этой тематике и вот сегодня вы еще один такой у нас разговор произойдет я хочу сказать вот есть статистика которая сегодня подгреб буквально значит если посмотреть на все университеты страны то в среднем мы имеем 60 процентов 61 62 может быть 60 с половиной процентов людей поступивших в университет поступивших его в принципе когда-нибудь заканчивают то есть 40 процентов вообще его не закончат никогда то есть они потратят деньги на образование даже скажем то образование которое государственное все равно стоит денег они потратят деньги они потратят там год жизни два года жизни три года жизни иногда четыре и и все равно они не получили свой этот своего бакалавра там или мастера что они там получали значит они никогда не получат ничего это к вопросу о том а что люди вообще делают в учебном заведении, что они там вдруг оказываются, какая нелегкая, так сказать, можно так сказать, их туда занесла, и насколько это нормально. Вот, может быть, так и должно быть. Это тоже отдельный вопрос. Может быть, так и должно быть. Не обязательно, вот, скажем, 100 человек поступили, и 100 человек закончили. Ну, может быть, действительно, вот так нормально. Следующая статистика, она как бы сверху на это ложится. Мы сейчас говорим про университеты, мы не говорим про ремеслухи, типа там, Портнов, Компьютер, Сколы. Нет, ну, так, университеты. Это гораздо дороже и гораздо много времени занимает, чем ремеслухи. Дальше, что 60% людей, которые заканчивают университеты и получают бакалавра мастера, 62-3, вот тоже такого плана, работают на работах, требующих высшего образования. То есть, понимаете, 40% из тех, которые закончили, закончили только 60% от тех, что поступили, но 40% от тех, кто закончили, работают вообще там, где нужно высшее образование, в принципе, хоть какое-то. Тех, которые работают по той специальности, которую я приобретал в университете, из работающих, 23% всего. 23%. Я уже не говорю о том, что есть такие, которые заканчивали и вообще не работают. Это отдельно. Отдельно. Ну, скажем так, ну, совсем где-то болтаются или что-то с ними там происходит, я не знаю, никакой работ найти не могут. Это отдельно. Так вот. Ну, вот забыли про них. Вот пусть все работают, но из тех, кто работает, 60% работают там, где образование нужно, а 40% там, где оно не нужно вообще, а 23% работают в той области, по которой они получали свое образование. И мы снова возвращаемся к вопросу, а нафига? Да? То есть это ради чего все? То есть, конечно, нельзя сводить высшее образование к тому, что ты там, допустим, получил работу вот в этой предметной области. Нет, конечно, высшее образование не для этого нужно, хотя все-таки ты приобретаешь специальность, какую у тебя есть мейджор, ты не вообще учишься в целом, а ты все-таки учишься на психолога, на учителя, ты учишься на, не знаю, там, на инженера электрика или на инженера строителя или на инженера механика или на микробиолога. Все-таки ты учишься это чему-то очень конкретно. Помимо того, что, конечно, как Лоболосов говорил, математика ум в порядок приводит, в смысле надо ее уже за это одно учить, может, она тебе так и не нужна больше. Но вот, о, порядок придет, например, так. И дальше мы говорим о ремеслухах. Есть много материалов на тему о том, что люди сейчас охотнее идут в ремеслухе, чем в университеты, потому что ремеслух, она приближена к работе. Университеты тебе так вообще нарисовали картину. И надо сказать, что если бы они не обманывали так массово молодежь, обман происходит в самых разных форматах. И пишут, что университеты сегодня это самое большое мошенничество в стране. Потому что молодые люди идут, они жизни не знают, они думают, что он сейчас корочку получил, а они им навязывают это. Они говорят, да, конечно, учись хорошо, все у тебя будет, вот корочка. И вот корочка все решит. Нет. Это не то, что там вчера иммигрант какой-то приехал из какой-нибудь там глухомани, вообще не знает, о чем речь, и ему кто-то сказал про корочку, он пошел ее получать. Нет. Американцы. Вот они точно так же верят в какую-то корочку. Молодые, жизненного опыта нет, родители подсказать не могут. И вот они вот в такой же точно ситуации. Раз корочка есть, что делать непонятно. Ремеслухи сейчас становятся все более востребованными. Выпускники ремеслухи получают зачастую больше денег, чем бакалавры. Они чего-то конкретному там обучают. Это может быть по строительству, это может быть там по металлообработке, это может быть там по вождению трака, это может быть вот как мы там скажем там тестирование программного обеспечения, это может быть медицинского профиля, их очень много разных профессий, это может быть там даже не знаю, вам виднее там их много. и обучился, так вроде такая специальность, востребованная, все, она не требует высшего образования, нет, не я вас умоляю, вы можете закончить университет, там не знаю, вот плохо сработаю у психологов, например, вот психологов много, а работы как-то им не хватает. Пожалуйста, ты можешь закончить по психологии, пойти в ремеслуху, делать работу, там 3-4 месяца, полгода подучился, пошел на какую-то востребованную профессию. Вот трак-драйверы востребованы, не хватает трак-драйверов, недавно читал, нехватка. Поэтому, значит, вот есть мир ремеслухи, то есть быстро, относительно недорого, относительно недорого, бывает, что государством субсидировано, по-всякому бывает. среди этого мира есть такая интересная ниша, где ты как бы профессиональный лайсенс имеешь, лицензию профессиональную, при этом ты можешь прийти откуда угодно, ты можешь иметь или не иметь высшее образование, то есть это не то же самое, что продавцом в магазин, продавцом в магазин лицензия не нужна. Вот, а вот допустим риелтором быть нужна лицензия, в страховом агентстве работать, в страховом бизнесе, в индустрии, лицензия нужна, где там еще, я не знаю, там оценку стоимости недвижимости, аппрезер у нас называется, вот оценщик вот такой, тоже вроде, ну тоже лайсенс нужен, не спрашивают образование, но лайсенс нужен, кинозвездой, вот есть курсы, учат там на голливудскую должность, я не говорю операторы там всякие, нет, это отдельно, это отдельно тоже есть, я честно говоря, не знаю, как у них с трудоустройством, но, вот можно, пожалуйста, высшее образование не требуется, пришел, поучился на актрису, пошел там, хотя там лицензии нет, сами понимаете, и вот, давайте к лицензированным вернемся, я сам проходил, я извиняюсь, проходил такой курс, лицензированный, на страхового агента, брокера, я его там, я сдавал экзамен, там, я прошел весь процесс, от начала до конца, я даже 7 лет, собственно, был в этом бизнесе, и, страховом, вот, когда вы приходите туда, в группу, там было в аудитории человек 200, громадная такая, человек 200, причем этих курсов очень много, то есть, это одни из, вот, сейчас, по-моему, стало можно уже не ходить физически на курсы, а как-то онлайн брать, тогда нужно было присутствовать, в то время, вот, я присутствовал, там было человек 200 на роду, и преподаватель такой, пожилой дядька, уже там, лет за 70 ему было, он говорит, ну, говорит, мужики, ну, там, пацаны больше, там, молодняк в основном, и говорит, давайте, кто почему пришел вот сюда, говорит, вот ты чего пришел, говорит, феррари хочу купить, кто-то ему сказал, жизненного опыта нет, родители подсказать не могут, жизненного опыта нет, он думает, что в страховом бизнесе у него будет феррари, он сейчас заработает, на феррари, и, а ты чего хочешь, а я хочу там дом купить, а ты чего хочешь, а я там хочу, иметь много денег, там, путешествовать, или там, чтобы девчонки, там, со мной дружили, короче, приходят люди, полностью, лишенные малейших представлений, о том, что там происходит, и что вообще за область такая, и он им говорит, нам всем, он говорит, запомните, ребята, из вас всех, кто в 200 человек сидит, 5 процентов, останутся в индустрии страхования, после того, как вы получите лицензию, вы сможете зарабатывать, продвигаться, до 5 процентов, вот была, на то время была такая статистика, видимо, где он ее взял, я не знаю, я больше не сталкивался, вот от препода, вам передаю, но я могу сказать, что я, я-то потом, в общем-то, достаточно успешно развивался, и я видел, что происходит, то есть на тех этапах, до которых я добрался, в карьере, в страховании, там, уже из тех, которых отобрала страховая компания, фармерс, вот она нас отбирала, там не всех брали, но вот, из нас отобранных, ну, из 20, может быть, двое стали, двое стали агентами, там, и так далее, то есть немного совсем, в Рил Эстейте, я не, не проходил эту школу, но я знаю очень много риылторов, ну, то есть очень, это, как бы это мягко сказать, потому что, когда ты страхованием занимаешься, ты знаешь очень много риылторов, потому что, когда покупки происходят, значит, кто-то должен страховать, то есть ты знаешь много-много народа, ну, и по жизни тоже, давно здесь живу, много народу знают, Много народа знаю, которые с лицензиями риэлторы. Вот резюме ребятам делаешь, смотришь там, ну не через одного, но очень-очень многие. У них есть какая-то риэлторская рецензия. Потому что есть такие слухи, бытует, что вот сейчас пошел там, значит, лицензию получил. А дело нехитрое, что страховая рецензия нехитрая, что риэлторская нехитрая, что апрейзерская нехитрая. Они все нехитрые. Там, собственно говоря, делать нечего. Я не знаю, кем надо быть, чтобы эту лицензию не получить. И, ну, то есть шпана откровенная получает. Там просто нечего делать ее получить. Серьезно. И такое рассуждение. Вот я слышал это своими, так сказать, ушами от человека, который ходил в это время на курс для страховых агентов. И он говорит там, а сам он вообще автомобили продавал, блядь. И я говорю, а зачем тебе? Он говорит, ну, ты чего, говорит, вот сейчас там китаец какой-нибудь приехал, там дом купил, там, ты посидел на опенхаузе, там, три-четыре, там, выходных, бак, там, десять тысяч, там. Вот. И люди не понимают. И в Real Estate, насколько мне вот об этом говорят, там что-то 2%. 2% реально хоть реально что-то зарабатывают и могут жить с этого. Остальные, ну, у них есть лицензия, они потыркались немножко. Тыры-пыры, денег нет. Не то, что он, допустим, ничего не продал, но он в год у него там одна транзакция, там, ну, даже, даже две. Что такое две транзакции у нас тут? Вот давайте, вот мы тут с вами едем. И у нас тут шикарно, потому что у нас очень дорого все. Вот, допустим, дом там, я не знаю, миллион. Такая типичная транзакция, миллион. Хотя начинающий может начинать с меньших сумм, он может квартиры продавать или там, даунхаузы какие-то. Ну, допустим, у него средняя транзакция миллион. Значит, сейчас вот 5% обычно идут комиссионные. Комиссионные платятся продающей стороной, потому что она деньги получает. У нее 5% с миллиона, 50 тысяч. 50 тысяч раскладываются на две стороны. Вот у нас есть брокер продающего, брокер покупающего. Значит, по 25 тысяч получает брокер. Брокер отдает агенту, который принес бизнес, какую-то часть. Если агент матерый, вот мы знаем дядьку одного, он покупал дом, где мы сейчас живем. Он там топ 1%. Он зарабатывает 400-500 тысяч в хороший год. Представляете? Ну, это 1%. Не из тех, кто школу закончил и лайсенс получил, а из тех, кто работает, причем уже много лет работает. Так вот, топ 1%. И он делает это, потому что у него много-много-много транзакций, и у него есть транзакции еще и уровня, там, и 2 миллиона, и 3 миллиона, и так далее. Но про начинающего мы говорим. Вот, да, так этот мужик, у него там, может быть, 90% брокер ему отдает. Брокер получил 25, 90% ему отдал. Допустим, там, да, он себе, там, 2,5 себе оставил, 22,5 ему отдал. Если вы начинающий агент, и с вами нужно много брокеру работать, то начинающим обычно дают половину. То есть из 25 тысяч он получит 12,5. Представьте себе, что человек за год сделал 2 транзакции, а вы сделаете, пойдите, 2 транзакции на дома по миллиону. Вот возьмите, да, чтобы кто-то с вами пошел там покупать или продавать, при том, что вы первый раз идете, когда полно народу, которые с удовольствием эту работу сделают, которые уже по 20, по 30 транзакций, по 100 произвели, идите, получите первого клиента, второго, третьего, пятого, десятого. Вот, поэтому там вообще никого не, ну, но единицы. Это должны быть какие-то очень талантливые в плане бизнеса люди. Это бизнес, это не профессия, как профессия, знаете, там, по найму, пришел, отработал 8 часов, домой прошел. Это, собственно, и в страховании тоже люди работают. Ну, есть кто бизнес, а есть по найму там, да, допустим. Он сидит на телефоне и там отвечает на вопросы, ему тоже лицензия нужна, это правда. То же самое вот эти оценщики. Это же труд какой. Я знаю несколько человек, то есть нам приходилось по работе сталкиваться, и в частности, когда опять я страхованием занимался, мы там заказывали оценки туда-сюда. Да вы чего? То есть, если по сравнению с любым университетом, Портнов компьютер скул, с ее там 70-75% положительного выхода, в смысле люди учились, там нашли работу, да, то по сравнению вот с этими, которые там, я не знаю, real estate, страхование, оценка там недвижимости, это, да мы в космосе вообще по успешности, по результативности и так далее. Но опять люди не понимают, они не только, еще раз, не те люди, которые там приехали пыльным мешком долбанутые, там за ними гоняется злой, омерзительный соотечественник, который норовит его раздеть, там, я не знаю, и весь бизнес его стоит на том, чтобы найти дегенерата и его раздеть. Понимаете, это вот, ну, как бы есть люди, так они высказывают, что на этом можно бизнес делать, они бы так делали, я понимаю, что это как бы их понимание того, что есть бизнес, но так, не получается, к сожалению, нет столько дегенератов, которые бы только искали, чтобы их раздел кто-то, понимаете, нет такого бизнеса, я не вижу. Вот, и, может, так и должно быть, я вот еще раз, я возвращаюсь к тому, что, может быть, так и должно быть, что люди, ну, они пошли, они попробовали, на самом деле, а что такое страховой лайсенс, там, этот курс стоил, там, я не помню, 150-200 долларов, ну, так я неделю походил, там, экзамен сдал, может быть, тоже что-то заплатил, там, отпечатки пальцев, там, ну, хорошо, ну, так это что, это миллион? Нет, это что, я в долги влезал? Нет. Ну, в конце концов, ничего страшного. Сколько там стоит курс, там, на недвижимость, лицензию получить? Я не знаю, разные есть заведения, ну, допустим, есть, там, 3 тысячи, я не знаю, сколько, ну, есть, я знаю людей, которые по 3 тысячи платили, может быть, это вообще бесплатно есть, я не знаю. на того же оценщика недвижимости, там, может быть, оно неплохо так сходил, словарный запас, как бы, расширил, там, с людьми познакомился, понял, что-то в жизни, дальше пошел. Я напоследок расскажу анекдотец, который люблю, как две бабушки еврейские, одна говорит, что там Маркс, Маркс, что за Маркс такой, другая говорит, ну, ты, говорит, с ума сошла, Маркс, это экономист известный, это ученый известный, весь мир его знает, это экономист, экономист, как наша Циля? Нет, наша Циля старше экономистов, понимаете? Вот, к сожалению, в то время, вот, когда эти бабушки были, не было блогов, не было Ютуба, а то бы они могли собрать массу, массу лайков и поощрительных, там, комментариев в адрес Цили, которые самому Марксу, значит, там, самое, показало классно, вот. Но все-таки это серьезный разговор, и я думаю, что просто когда вы на эту тему, да, за пределами шуток, там, когда вы думаете об этом, когда вы пытаетесь понять, что происходит и так далее, имейте в виду, мы живем в мире сейчас, который меняется прямо на глазах с точки зрения работы, а работа очень важна для начинающего эмигранта, и заработок, и, как бы, возможности роста, и становления в этом обществе, социализации и так далее, все очень важно. Поэтому я так еще раз вернулся к этой картинке, потому что за последние несколько дней на меня насыпалось много вопросов, разные аспекты вот этого всего, поэтому так оно сложилось, вот, какой-то такой разговор. Счастливо!